девочки хэллоу ой девочки покушали соли девочки привет все одноклассники зарубежные гости соседи коллеги по работе электро быт девочки не горит тут я щас быстренько сделаю меньше огонь а потом буду болтать с вами все девочки повернулась девочки о девочки если бы вы знали какие вкусные вот эти котлеты печеночные получить девочки это так вкусно я я у меня просто нет слов говорить даже неохота говорить что-то доказывать девчата я вас я я я вас умоляю попробуйте не берите упаковку печенки возьмите 300 грамм на развес только хорошую выберите без воды и без всякой аферы девочки я даже не знаю где купить печенку чтобы не было аферы чтобы не было ну кругом девочки уже все прошли те времена когда не было аферы ну а в нашему нашу молодость что не было аферы тоже вспомните утки по рубль 20 они были все в перьях я жарю синенькие не от сердца поле девочки вспомните утки рубль 80 были такие более менее общипанные а рубль 20 были вообще а это ж был кошмар шоу как мы их обдирали но они хорошие были как качество одинаково и величина одинаковая только те были в перьях я даже не знаю почему так нет и почему их не общупывали а те общупанные были а уточка в уточку там ну может где-то пыщик какой-то был маленький пыщичек такой девочки тогда нас на нажухивали ну что нет во первых девочки смотрите помните вот эти тюки бумаги стояли которые заворачивали сыр колбаску масло сливочное рыбу кулечка уже не было вспомните как бы кулечки я даже я девочки я сидела зашивала лично кульки вручную машинки же не было кульки пакеты вот целлофан какой-то плотный был вот где-то порвется я сидела нитками девочки белыми белыми нитками толстыми тоже прикиньте толстая нитка туда шла даже она не разрывала этот этот пакет я зашивала напишите кто зашивал еще у не дай бог только я одна была девочки ну у нас на заводе тоже такие были которые зашивали я же это сама не придумала зашивать пакеты целлофановые прозрачные а других и не было у нас сумочки были балоневые найлоновые кремлиновые потом пошли бадлоновые кто-то синенькие с луком с помидорами и щасный майонез щасничком с укропом девочки иду переворачиваю оля поливает огурцы девочки под крышкой потому что они же не тонко паре вообще все под крышкой надо жарить вилочка не годится такая девочки жарю на дву сковородках девочки на маленьком огне на пуст девочки знаете шу да кушали рагу рагу вообще хоть бери то каждый день я волю говорю вот зачем что-то выдумывать вообще девочки вот на дешевые сейчас овощи морщ сейчас очень дешевый мы только соли говорили помидоры да дорогие огурцы дорогие но без них можно прожить дешевый лук дешевая картошка дешевая морковка дешевая капуста что еще надо помидоры огурцы они вообще на 150 лет не надо это шо мы купим себе на салатик готовить надо рагу овощную и именно с буряком девочки кто из днепра я вас умоляю заберите у меня старое сало я вам по кусочку замотаю встреча будет девочки и сальцо вы приготовите кто не пользовался никогда будет вкуснятина и мы встретимся я хоть увижу я так я как я сколько раз два три четыре пять шесть шесть человек видела на наших днепра девчонок а еще больше по увидела давайте сало забирайте девочки классная ой девочки пять раз мне звонил виктор я уже не хочу эту тему девочки вы знаете я хочу забыть эту тему вы знаете бывает ну вот бывает но не обязательно человек должен умереть чтобы ну что он умер ну и при жизни что же могут забывать да он же забыл за своих детей не видел ни внуков никогда в жизни девочки он никогда внуков не видел ни от сына ни от дочки двоих внуков у дочки и один внук от сына ему 30 лет тут было в этом году в мае ну а зачем он тогда нужен вот он мне пять раз звонил я ему я только что еле а я ему не дозвонилась он не берет трубку я позвонила же вот этому квартиранту какому-то николаю который мне это ирина давала номер телефона он взял трубку тоже пьяный я говорю вы сейчас на квартире сидите или вы где-то на работе я нормально спокойным голосом говорю но тоже девочки знаете мало ли шок пьянделы или шок с ними тоже надо по-хорошему говорить он ахтовый я сестра его родственница сейчас я ему дам трубку пьяный неуменяемый нараслетров уже виктор взял трубку я говорю ты мне звонил пять раз чего люда я не знаю я тебе ты мне давала 600 гривен элки на проезд а элка сидит рядом с ним и ему и говорит а я слышу это говорит ирина давала тебе 600 гривен мне на дорогу 300 туда и 300 туда назад назад на поминк на 40 дней по ну поминальных вот этих когда умер и от этот сожитель я говорю виктор да ты мне давал если ты хочешь услыхать нет а ну да я говорю нет нет ты мне не давал ты мне должен только 300 гривен это он мне уточняет кому кому кто кто ему дал деньги девочки вот это я с ним это самое ну потякалась а немножко когда это тетя люда элка я взяла сразу сбросила звоню этой ирине девочки я говорю ира ты давала ну и только что позвонил виктор мне он мне звонил девочки я сейчас ума сша и вообще зачем оно мне надо а вам тем более она говорит мы вчера были с дочкой и зятем у него на машине девочки я ира ты знаешь виктор вчера сказал что ты там кого-то досматриваешь и тебе квартиры остаются каких-то бабушек ты досматриваешь я рю тут у тебя номер не пройдет я рю он она люда чё ты так во-первых не кого-то я досматриваю это мои родственники были я рю виктор сказал что ты досматриваешь чужих людей непонятно каким путем и тебе остаются квартиры это виктора слова были он при воле я у меня записи даже остались я все снимаю девочки у меня правильно сказали снимай люда все это все доказать я говорю я не понимаю что ты крутится там я тебе если ты она ну вот я даже не знаю что я туда попала и вот а когда ему документы и карточку пенсионную я говорю ладно ты а чё твой зять так заинтересованный твоя дочка у виктори прям вы такие заинтересованные вы прям любите его любите его образ жизни если ты если он тебе так важен почему ты позволяешь он пьет в общем короче девочки не буду говорить что я ей говорила я и сказала если ты такая милосердная пожалуйста в дом инвалидов преднепровский у нас моя двоюродная племянница я у нее крестница девочки девочки не помню миши 45 было уже а юлькина и раз 43 будет или 44 девочки честно слово не помню она в доме инвалидов преднепровский я и говорю если ты так хочешь пожалуйста вот туда на пятый этаж а хочешь начинай с лавочек где гуляют все инвалиды выходят кто сам кто немножечко ходячий того на коляске вывозит погулять вот туда милосердность свою предъявляет туда поставлять там будут рады они ты ходишь крутися на человеке который пьет во первых ты и ты это приветствуешь потому что ты ничего не делаешь для того если ты там хожа такая да он ходит вообще вообще непонятно на на шо похожи крутися я тебе там ничего я не поверь мне тебе там ты даром теряешь сейчас время я тебе там 53 ли сколько 52 года я ну лучше что-то другое находи потому что время проходит 65 девочки я честно вам говорю я 65 лет ты уже никто на тебя не клюнет чтобы ты кому-то помогла даже вообще никто тебе будут помогать смотреть на тебя и думать надо бабушке помочь как-то а пока еще тебе нету 60 даже вперед и с песнями на узы виктора ты нихера не поймишь потому что у него есть дети и внуки я говорю так же сама ты старайся для своих детей а он не в состоянии постараться значит должны постараться мы она говорит все я не хочу больше с тобой разговаривать и сбросила девочки я говорю че тебя слышит и видит весь мир ой какой кошмар ладно она а то уже взять и дочка заинтересовались виктором его так жалко девочки что приходят посмотрели что там бухарики все вот у девочки знаете как фильме и помните когда эти вылазили гурдалаки все вот это и там эти все приходят ладно она 55 52 53 года и тоже уже ладно в возрасте не соображает нихера а эти а эту молодежь приводит за собой они чем думаю какими мозгами я сказала даром теряешь время лучше находи что-то другое а это целка сидит решает кому он должен 600 гривен мне или или кому-то так говорит ирине а это говорит что мне я сказала что мне ты должен только 300 гривен я это говорю чё ты там она я сама не знаю чего я вот это полезла сюда к виктору это когда ему все документы и все и свали не теряй время даром он тут приди просто дом инвалидов волонтером становись а помогаю он инвалидом солдатом чё ты пристала к старику пьяницу который споили и ты там тоже участвуешь в этом если ты до его спасала до выгнала квартиранта пришла он чтоб не пил так он все бросит пить ты же там тоже не в кожа будешь к нему он же прохмелеет сразу я ему вот когда он в больнице лежал я говорю оно тебе надо он так ну да дитрой хай ходят хай убирает хай хоть что-то ну так правильно его сейчас я говорю виктор ты же не будешь пить ты никому не нужен трезвый там нет или не не этой элки не квартиран там этим так и было пару дней пару дней а потом все ему все принесли ему разговели ему девочки вы знаете я наташку ему дочку видела может маленькой когда-то ребенку уже 50 ну за 50 меня нет ее не никаких и телефонов нет ничего андрей брат ее родной с ней тоже не общаюсь девочки я не понимаю что это такой может мне тоже нафиг это плюнуть девочки то знаете то что тут тут тетя мариечка мама его виктора она все время мы только вчера отсидели даже вспоминали от оля говорит оля уже не я оля виктору говорит виктор а вот смотри даже катюня тетя катя и тетя галя со своим небесное они тетю марийку тоже не принимали оля говорит они даже в собрании когда ходили когда еще на димитра у нас было собрание они рядом с этим арийкой не сидели это старшая сестра них не которая их кормила когда она вышла в первое замуж и а мишну ну девочки но те времена голодали там все ждали пока виктора отец уйдет куда на какие-то работы уходил они там балки сидели у виктора в конце улицы там балка есть и они там сидели выглядывали когда он будет уходить и они бегом бежали во двор в этот же двор где сейчас ему вот это были вчера с вами идите мариечка им давала покушать чтобы они с голоду не умерли прикиньте она рисковала а емельян был мог он был работяга такой викторова батька виктор батька вот но виктор вчера говорит говорит мамка ж выкормила и катюню и галюню и петью папу нашего рискуя собой у них к у него корова была она в коромыслии он вчера рассказывал носила таскала воду эту все и продавала молочко чтобы что-то там где лидо сейчас живет викторова сестра девочки вы знаете это такая такая кого ну кабала и история такая что мне просто тут жалко знаете что тетю марийку мне жалко то и виктора жалко а эти ты посмотри это тетя люда мне говорит элка это сама не знаю чего она связалась так а дай документы ему если ты связалась а значит спасай человека ты приходишь к нему когда он пьяный ты его обсуждаешь вместе со мной она меня смотрит андрей не взял трубку я только что звонила сын ему он же в поле наверное загоняет этих девочки жалко знаете жалко уже и виктора жалко что он я просто если бы он был такой всегда девочки я бы никогда туда зачем он как как его все забыли его хоть кто-то знает у нас родня большая его хоть кто-то помнит так девчонки так и ой девочки девочки в общем все это уже закрывается тема она вам не надо просто одну чтобы все весь мир со всех стран вы это все слышите как не шо бывает жизни я думаю наверное ни у кого такого нет просто знаете что девочки я не могу понять как это с детьми не общаться общаться с какими-то ханиками сейчас да просто может просто шоу мы мамы мы женщины мы это не можем понять да что могут творить мужики какие не потом 65 70 лет танцуют как я скик в тик токах смотрю танцуют стоят крутят своими мотнями у теми дурными как они проголодь живут какие-то там злыдники распаковки вот эти делают а где малыш а малышок реально дико вот твою косточку глядет лежит на диване посмотри девочки в общем давайте лучше поговорим о котлетах с печенкой с картошкой я зря не потерла у ту картошину и морковку девочки можно сколько хотите тереть терти как это ну терей дам девочки да по русски терей терты по украински тереть по это самое по русский а терти это по белорусски девочки потому что у меня муж белорус был я знаю я даже девочки этот язык уже ну я знаю потому что разговаривали муж какой сколько он у меня не пробыл там два года или три года я была в беларуси я услыхала эти кому надо тот услышит кому не надо тот не услышит правильно я знаю я даже сидела помню в гомеле сидела гомеле сначала мы были не сначала мы в могилёве были а потом мы в гомеле был поезд ленинград гомель раньше был поезд такой девочки прямой днепр подождите днепр ленинград но в гомеле через гомель мы я помню что днепр ленинград поезд был прямой он ехал по моему сутки или полторы суток далеко в гомеле мы вышли мне ну не было билетов на могилю мы поехали через гомель в общем я была и в гомеле и в могилю и я помню гомель я сидела на вокзале он где-то пошел там мотылялся уже бухал какую-то вину оно было и в беларуси и в россии т.д. это был ссср это не было ничего такого никаких вот это как сейчас называется и я помню где-то пошел мотыляться бухать а я купила газету я думала газету почитать как всегда помню газеты труд известия комсомольская правда и местные газеты днепр вечерний у нас был а уже в других городах были вечерние какие-то города правильно у нас был днепр вечерний я помню я купила газету какую-то центральную городскую она на белорусском было написано я и так ее поверну и так вверх ногами и в длину мне было тогда 21 но у меня все равно стремление было учить языки девочки вот я хочу мои девочки читаю читаю и так и всяк я не пойму а потом начала понимать что там после шипящих и идет белоруссии короче я знаю три языка русский украинский белорусский прочитаю и пойму что говорят во первых у меня два соседа один живет я в одиннадцатом доме а он седьмом доме живет белорус девочки ну наверно как я одногодка мой хорошую должность занимал у нас днепре не буду говорить какую но милицейскую и до сих пор до сих пор он тут прожил всю жизнь в днепре а вовар белорусский я как его все вчера кстати вчера сегодня не вчера я с ним здорово на все время на него привет санечка его саша звать вот и второй через дорогу но женой разошелся ну видите видите там худой такой тоже пробухал разведенный двое деток сын и дочка тоже белорус тоже его встречаю тоже я и все время говорю я говорю как вот вы прожили всю жизнь в украине в днепре у нас и вас до сих пор у вас поймешь кто вы что вы белорусы вот это шейка не вот эти ну все белорусы а вот только мир надо чтоб между нами был девочки не а у миша белорус до от белоруса папа белорус чисто кроме чисто кровнейший дальше я уда мы у нас четверо детей сережине царство небесное мама непонятно кто там и еврейские корни и и и русские и украинских наверно там вообще нету я так думаю но девочки смотрите я прожила всю жизнь мне 65 лет я никого не боюсь ну а кого мне бояться зашел мне чего я же убила кого-то за что мне бояться у нас нигде никто в роду никогда не мира не говорил только говорили на одном языке на котором я сейчас говорю у нас не было я никого не хочу унизить как когда-то слышите девочки звонила мне очень даже часто девочки надя недогарка что сам вела особенно когда 12 ночи час ночи начинаются вот эти звонки я не брала утром 6 утра надя уже звони я беру и грида надюша она а что ты пропала чё ты трубку наберешь я но во первых никто не звонит уже в час ночи даже если я не сплю это не значит что если я не сплю я бегаю от сирен это не значит что во время этих испанных моих ночей надо со мной разговаривать я не ничьи трубки я только возьму трубки своих родных если где-то что-то рвануло я возьму или я им напишу эсэмэску все в порядке у вас но не буду брать ничьи какие-то я что-то я помню я сказала я говорю быки я говорю она что ты подразумеваешь слово быки я говорю ничего но человек сразу принял на себя ну так было девочки так было у нас когда мы были малолетками ну так же ну так как меня все вывели девочки надо все уже по херить то и все извините за выражение жить своей жизни вообще зачем она мне свои мозги никому не ставишь девчонки девочки давайте лучше про котлет ты уже сто раз это говорила девочки какие вкусные я вас умоляю я уже говорила возьмите не полкило не у не упаковку 300 грамм 200 грамм печенки только хороший а я потом за утки говорила девочки начинаю заодно заканчиваем где взять печенки хорошей от куриной девочки вы знаете индюшину и печенку не люблю королячью не дотронусь даже глазами ни кролика не печенку хоть говорят ой самое нежное самое вкусное самое полезное еды полезные нету я даже не знаю что полезно и что для похудания что для полезности не до кушать надо с человеку да а для полезности а не ну для полезности да я даже не знаю кто сказал что сырая еда полезная да кто сказал что отварная полезная кто сказал на пару полезнее а кто-то всю жизнь жареное ест и здоровее всех вот этих кто вареная на пару и сырое ест девочки меня малыш отвлекает сейчас иди кусь и воля гонят ноги с огурцами захлухла меня все это отвлекает и вода не шумит можно было виноград отбить и все вот это белое что она положила шлангу на землю и вот это бежит я не знаю девочки когда привык сам делать всю жизнь и все девочки голова кругом идет я просто я просто сейчас я не понимаю у твиктора на старости лет я не понимаю вот это мне знаете как это вот как это я домой бегу не миша дома да как это я домой не придут я лопну где-то я еще никогда не было меня чтоб я домой не пришла не было что я уезжала в этот в генический я ездила вот так я знала шум сашек дома что все в порядке дома это у меня сердце вырывалась а как это меня дома нет я под этой девочки дайте шо вот так вот сидела и говорю таким как я детей нельзя иметь чулка если так за них но я думаю это нормально состояние всех мал девочки так долго жарится я не буду на на большом огне мне надо шоу прожарено было не такой вот мне надо шоу прожарено было не такой вот вот это вот 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 Продолжение следует... Продолжение следует... По 15 баночек пол-литровых кружочками. Пальцы на утро волдырями брались. Вот это ж смесь чеснок, горький перец и уксус. Больше ничего я не добавляла. Болгарский нет. И вот это ж каждый кружочек обмакиваешь. Баночку пол-литровых кружочков. Тоже подвес сковородки, пока все пережаришь. А потом пора, пора сдавался и все. Не банок, не синенький. Вот чего Оля сюда не зашла. Сейчас постучу, придет. Хоть бы чаю сделала, зашла, сказала. Может, чайку попью. Я с удовольствием. У меня тут работа еще на полчаса. Постучу. Что сидеть. Делать что, чай беру. Вот, два пакета. Поставлю воду. Печала? Да. На, хоть чай поставь. А что ты там делаешь? Жаю. Где? В коридорчике. А что там, срач? Ну, посмотришь. А где там срач? Ну, я убираю там. А, ну, я ставлю чай, приходите. Так. Я не знаю, что она там вытирает, девочки. Может, подоконники меняет. Что там убирать, если на каждый день покушали и убрали все. Ну, может, пылюка и есть. Угу. Угу. Пылю. Угу. Пыль. Угу. девочки какая колотыча пока пережаришь все это как вкусно и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Девочки, лучок, сахар, соль, помидоры, только соль. Чуть-чуть. Девочки, ложим сюда майонезик. Немножко девочки, ложим лучок, ложим помидорчика тоже немножко. Помидор жареный, девочки, ну тушеный. Все, соединяем и складываем сюда. Ну, я уже показывала вам. Девочки идут переворачивать. Такая уставшая уже кошмар. Девочки, это тоже очень вкусно. Советую. Ну, голову поморочить надо. Ну, а чем не надо голову морочить? Девочки, с любой едой надо голову поморочить. Так, дальше. Девочки, девчоночки, отбили мне печеночки. Хорошая песенка. Так, девчоночки. Девочки, я знаю, что вы все такие, как и я, в основном. Даже девочки, которые молоденькие, мне в дочке годятся. Девочки, привет вам, молодежь. Спасибо, что смотрите. Спасибо, молодцы. Я вас за это хвалю. Ой, девочки, я не знаю, что я мылю тут. Девочки, завтра у нас среда. Четверг не она работает. Кошмар. Так, что вы глядываете меня там. На сокол, девочки. Ну, я не знаю, если троллейбусы ходят. Если троллейбусы не ходят, меня там нет. Сашеку некогда возить. И не надо мне, чтобы он меня возил. Не те времена, чтобы меня дитё возило. На троллейбусы нет. А что, как я буду добираться? Пешком нет. Я уже ходить не буду. Надо узнавать проехаться завтра на троллейбусе. Спросить у водителя, едет туда или нет. Если нет, пешком недалеко идти. Ну, пусть за мной приезжают. Женя, слышишь? Пораньше только. Мне на целый день некогда кататься и гулять. Мне надо. Собаки у меня дома. Миша дома у меня. Девочки, вот это вкусно. Так и я такое кушала. Ещё и Саша у неё сказала. Ма, вот это самое вкусное, что ты, синенький. Ой, Господи. Вот это. Мне надо. Саша у меня. Вот это. Вот это. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Да, да, да. А так это я. Я знаю, что у меня дети любят жареный лук, как и вообще нормальные люди. Смотрите продолжение в следующей серии. Я делала, девочки, сырым это. Без лука и... А, девочки, я не помню. А, не, майонезом я перемазывала, но сырыми помидорами. Что-то моля убирает, интересно. Двое клеит может ли на чердак полезть. Смотреть, что там лежит. Бабайка остался ли? Смылся куда-то. К соседям на чердак. Завтра Сашунька придет и будет довольный. А, может, и нет, скажет, Маня, не хочу. Я тогда с ума повешусь в потолочке. На гаражину, да, в себя во дворе. Он же не просил, я сама делаю. Потому что знаю, что ему понравилось. И мне же хочется опять ему делать и делать это. Смылся куда-то. Ох, кошмар. Как это все тяжело, девочки, делать физически. В жаре в этой. Ох. Девчонки, все, последние. Так, девочки. Сейчас там две штучки. Ох, господи. Я не знаю, что там Оля убирает. Нара болтает по телефону. Дед девочки скупился сегодня на борщ вели. Позвонил, я сказал, что окошку будет выливать, наверное. А на борщ скупился. Я говорю, что приглашал на борщ. Я говорю, когда сегодня? Она так? Он только сегодня скупился. Когда будет варить? Я говорю, что пойдешь помыть посуду. Если надо будет. Моя помощь. Только моя помощь, девочки. Всем во вред. Элки, квартиранши, во вред. Ирки. Волонтерши. Переживательницы. Как Виктору плохо живется. Во вред. Квартиран там во вред. Виктору во вред, чтоб не лезло. Ой, господи, боже мой. Всем во вред, девочки. Надо что-то уже с собой делать. Монастырь идти, он женский, через дорогу. И там будут, девочки, порядки. Кругом одна. Одна афера, девочки. Кругом. Сережа, сухотеплый, мой начальник цеха. Ты ж посмотри, как меня до сих пор не отпускает молодость моя. Мне все... А у него, кстати, Люда, жена такая же самая, как и я. Вот где несправедливость она там. Люда, привет. Она меня тоже смотрит. Кругом носы свои всовываем. Все нам кажется, что... Все кругом все неправильно. Так оно и есть. Ой, господи. Потому что, девочки, больше людей, которые хотят, чтобы был бардак. Они по-хорошему, чтобы было. Девочки, руки млеют даже вот это перелаживать все. Верите? Оля Генеральный Уф. Дай обои клеить, девочки. Сейчас пойдем евроремонт принимать. Ой, девочки, кипяток. Тарелка кипяток накалилась. Девочки, последний выжимаю. Ура! Только маточка подлить надо. Тарелка кипяток. Тарелка кипяток. Тарелка кипяток. Тарелка кипяток. Ты обои клеила? Да. Я говорю, обои, наверное, клеятся. Или на чердак полезно порядки. Не, обои я тоже наклеила. Я нашла этот степлер. Ага. Вот там был, где этот, духовка. Ну, где... Ну, в коридоре? Вот такая доска, да. Вот там, в той коробочке. Ага. Вот там он лежит. Вот там, вот там, вот там. Вот там, вот там. Вот там, вот там. Картошку в мундерах варить. Каждый день. А шо? Что-то приготовить. Гля, гля, гля. Басота. 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 Держатся, держатся нормально. А потом все равно. Срываются. А шо это такое только шо было, а? А, вы забыли, где вы? Я только не заметила, кто на кого напал первый. Не увидела. Ну, Дик что-то мог забирать у малыша. Или что-то показалось малышу. Ага. Ага. Суроводку уже, наверное, не купить. Надо вылить. Ну, так налей новый. Конечно, это уже и с кислой, и горячая. Ну, я что, она льду, холодненькой. Сейчас. Я сама водой хочу. Она прям льдом взялась. Иди. Иди. Чего не подходит. Сейчас подойдет. Ждет пока внимание отведем. Как придурочный. Чтоб мы не замечали вроде бы. Какие-то вот эти манцы, я вообще не понимаю. А малыш пьет. Он не подойдет. Они вдвоем не могут. Стесняются друг друга. Да. Даже вот это тяжело уже перематывать. Перематывать. На стол поставишь, нечего видеть. Да. Вот так вот. Если на компанию. Вот так. Ой, гляну. Ой, синенькие пожарила. Ага. Чей не деликатес. Это надо помечтать, чтобы его кто-то в дом даже занес. Эти синенькие. Не то, что пожарил. Вот я девочке, знаете, для кого говорю. Кто там какие-то эти. С фокусами, как я побегала по хаткам. Те, что не оценивали труд. Воображали себя шуткой. Девочки, в одной была, слышите. Сама жила. Кругом порядок. Приду. А она, слышите, что возьмет кафель. И на кафель девочки этим маркером кресты на каждой кафелине нарисует. Прикиньте, рисовала перед моим приходом. Слышишь, какая курва. Девочки, это чтобы я, знаете, мыла крестики. Прикиньте, девочки, издевательство. Я брала и мыла. Надо было послать нафиг и уйти сразу. А ну, попереворачивай там. Я уже не могу вставать. Ага. Девочки, прикиньте. А я мыла, драила. Оно само жило. Ни детей, ни замужем не было, ничего. Не работало нигде. Самое главное. Крестики мне рисовала на карте. Вот то, что она и могла в этой жизни, больше ничего. У тебя ноги вытирают. А ты прешься. А прешься, девочки, за этой копейкой. Конечно. Вонючая. От кого угодно их взять, эти деньги. Как будто ты не понимал, да? Дурной. Был бы дурной, в хаты не пускали. Порядки не разрешали наводить, а сами убирали. Метlingen. Вầnную. Дурной. Порядки не пукали. Совсем себе. В 보�aks. Во. Рыба. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока то, пока сё, пока это... Я и холода сегодня не почувствовала. Утром как шакал по магазинам пробежала сейчас. Продолжение следует... Девочки, готовьте котлеты. Она не брехуха тоже. А зачем мне надо позориться, чтобы вы потом написали... Ой, такое... Девочки, я вам советую. На полкило печенки, три десятка этих вкуснятий. Картошки, девочки, побольше. Всего побольше. Я в субботу сделаю Сашику с мясом. Он печенку не кушает. Давай, я поможу. Давай, давай. Ой, мой Господи. Девочки, это Сашику я забираю. Оля котлеты. Оля котлеты, но Сашик не кушает, а я синенький. Оля делала вчера икру, так что там синенькие кушали. Чехой остается. Вот сюда может положить. Положи сбоку. Оля, я не знаю. Я сегодня медовику говорю. Я пошла в аптеку, а ты смотри за телефоном. Он говорит, иди, я все цинкую. А что такое цинкую? Цинкую за базаром, следи за базаром, цинкую. Это цинкую, это я все слежу. Цинкую за базаром. Цинкую за базаром. У меня пришла туча такая, сунулась со стороны оттуда, центра. Я в кухню захожу, думаю, у нас будет ливеняка. Ливеняка, когда не прошло. Да, в кухне нема дождя. На победе там что-то брызнуло, две капли. Такое, я думаю, что оно такое? А потом присмотрелось, а то миленькое что-то прошло. Такое. 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 Слова Богу, две штучки. Что это за дурыстика со светом? Захотели отключили, захотели не отключили, хватает света. День хватает, два не хватает? Да. День хватает. 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 Он taking glasses to be Erin and I'm got the water, boom, iceberg beer, там все вкусное, приготовленное, непокупное. Непокупное. Так вот это, не знаю, кульку уже не макрится, хоть фольгой накроем. А вот так? Ну, в холодильник, ну накрывай. Вот так. Кульки там есть. Ну, в холодильник только надо ставить. Конечно. Так, конечно. все на ложку эту блядскую девочки извините боже сил нема девочки тряпки кипят и вот эти сейчас вот эту надо розовую тоже прокипятить оле задание даю прикиньте там никто сейчас не запереживает такой взять фигню и страдали моля приходит бедная несчастная такой вот ума уже на это внимание не обращаю уже слава богу уже девчата пишут что не обращайте внимание они правильно пишут ну а как не обращать внимание мы же не конченые конечно чтобы не обращать внимание это хочешь забираю хочешь тут оставляем х и остается холодильник чатин накрывать сейчас сейчас а фольгой накроем или фольгу или тарелочкой за счет этого контента никакие делать не надо оскорблять обливать унижать они в том возрасте не тот человек оскорблять писать рассказывать басни мы лежать мы сами знаем с каким и сразу сказалось небогатые круто крутого ничего нету срачей не то есть есть врачи так что такое все такие прям врачах не бывают особенно как мы сейчас живем только хотели на ноги стать дети повырастали нас уничтожили то коронавирусом я не знаю как где над нами тут хорошо поиздевали с этим коронавирусом он не ходила на работу и пешком ходила сюда папа по часу летом и зимой трамваи не пускали это нормально при коронавирусе и маски и перчатки и не пускали и не пускали что все было а потом следом война а потом чтоб еще кто-то что-то писал что мы мы какие-то не такие слава богу что мы хоть ой тоже в холодильник ложи тогда вот этим накрывай смотри вот сюда туда не надо туда но разбогни тарелкой этой накрывай теперь фольгу мы и так девочки слава богу еще и прожили сами на себя только надеялись никаких мужей никаких родителей как я только начала снимать пишут нет мы с тобой одногодка у меня родители были я бы я ни в чем не нуждалась а нам и атаку а мы вот так вот прикиньте нуждались а тогда во всем самое главное в еде нуждались конечно у нас вот так было еще кто-то виноват ну тогда голода не было никого не обвиняем но голода и войны не было на водичке не хочу а мы сами по себе каждый и не допустили чтоб у нас такое было с нашими детьми конечно не дай господь что-то я набираю воду чтобы она холодненькая я так и поеду я не хочу переодевать никакие платья ведь конечно шутят дорогу перешла и все ты зайдешь ты в трамвай вот смотри вот сейчас бы в этом наряде за и что дальше не то что дальше кто-то снял кто-то посмотрел бы старая бабка молодежь он ты видишь в чем ходит а мы все боимся девочки а мы той закалки боимся плохо выглядеть боимся выйти не расчесаны и боимся выйти в мужских нарядах каких-то все женщины такие храма и много женщин пед храму им я набираю эту бутылку и все ну так конечно зачем тебе надо компота будет яблоки вот я белый налив он шум и сашеком купили уже будут скоро черный налив эту большую кастрюлю взять носорогову и сахар есть только же этих торт это тернослов этот нарвать у этого калинки маленький я сама не оборву а когда я завтра ну не знаю граблями надо хвататься и рвать там я одна никак не надо хватит две поклажки а это и эту вот это все у холодильника снега на завтра еды полно сюда в эту сосредоточку пиалку вот у тряпки конечно и пополучше что-то печка девочки сейчас приходим домой вот проходит где-то полчаса и до утра сирена сирена за сиреной бах 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 прикиньте как живем целый день что-то делаем копейку зарабатываем что-то приготовить надо семью чем-то покормить а целая ночь вот это у нас такая а потом что-то кто-то счет поумничает посмотрел меня какая-то я могу не такая быть как после виктора несколько человек там высрались и я сразу блокирую все ну мне надо я даже не собираюсь давать человеку второй шанс я вот так чуть-чуть выйду а вообще надо белизну залить хорошо я даю тебе задание а корм надо подсыпать немножко корма и воды воды ты не обновляла воду конечно обновила вот тут даже в коридорчик ну в этом а корму возьми своими 63 летними ногами подсыпь и руками я не могу когда будете 65 будешь меня вспоминать я бы хотела чтоб мне сейчас было 63 какая разница какая какая вспомнишь когда тебе будет 65 как я тебе сейчас говорю каждый день разница да девчата а ну калякайте там ночью будете смотреть оля хоть телефон светится или нет на слава богу что я там накрутила я не знаю девочки а кого же мои дети умные такие мамку каких не было бы такая мамка умные дети такие не получились ну корм может туда забрать зачем а тут же подсыпать они его увидят чтоб они конечно так они хоть кушают они понимают и малыш там кушал вот он они за тобой побежали а малыш за тобой запрыгнул и дик сейчас за тобой бежит в корм девочки 300 гривен почти килограмм туда на крылечко возле дома кому воронам они там понимают я сегодня пришла они подобрали его хорошо и я пришла пока открывала пока огурцы посмотрела постояла кульки поставила на стол а они хап 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 при мне кушать бегом показывают что они едят чтоб ты не думала что мы не едим а там поставить и шух пять утра уже не будет корма эти поналетают а туда они не залетят никогда в подвальчик ну я между прочим шла сошла на поливать огурцы а сорока сидела на столе так они поглядят сколько там говна говна сорочего сколько белого да огурцы огурцы уже выглядывают наверное приду огурцы и поклюют я их тогда расстреляю петарды у меня есть кстати петарды вот такие девочки маленькие не у те что об спичку ну вот это об коробочек вот у маленькие такие что подкидывают вы все знаете какие а есть немножечко вот такие как липучки типа и еще и фитилек такой торчит у меня есть штук шесть я даже знаю где они лежат дома у меня тут нету там тогда я им тут заделаю так сразу приедет сюда кто я даже не знаю кто что тут взрывы уже записники саперы саперы ага саперы поприезжают у нас сейчас девочки нельзя петарды стрелять сразу арестуют ой а где можно не ну какие то дураки стреляли на новый год на красном камне стреляли на парус ну и сразу же девочки и сейчас же все кругом камеры все кругом все знают сразу приезжали и забирали там такие штрафы налаживали что не захочется даже и я б сказала на букву поешь не ну и правильно а тебе что надо вот эти новый год вот эти салюты мне да конечно слава богу запретили хоть бы не распретили чтоб никогда не разрешали ни на какие праздники ни на какие дни рождения никогда чтоб не было этих салютов как все время да вот это эти пацаны по 10 по 12 лет даже нам кидали под ноги мы с Олей шли как то когда помнишь мы по гололеду шли еле вылазили отсюда и на Кирово девочки еле вышли ужас такой гололед был мы еле до мы не знали как идти я уже хотела ложиться и лежать до весны где нибудь на обочине и только мы вышли на Кирово до остановки еле доползли сюда на юность чтоб потом по Вакаличука пойти на трамвай нам и вот такие сикуны по 10 по 12 лет девочки они кидали вот эти маленькие петарды об коробоку так подпаливали и кидали кром прикиньте а оно сначала ничего как шарахнет знаете как мы вот это шли ты помнишь как они тут а я еще орала как я орала суки такие мамам под подушку идите ложите своим дебилым что они вот это не проводят с вами беседу что не надо этого делать так я говорю маме своей под подушку когда она дремает приди положи хайну шарахнет ха 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 угу сволочи да малышочек или как новый год вот эти салюты все как собаки бегут по рельсам мы выходим на дорогу боже в разные стороны девочки прикинь как у них вот это сердце разрывалось и до сих пор и сейчас до сих пор девочки а ляулю заняйте что не так да я вот так прямо и домой иду нафиг мне вот эти платья одевать нервы трепать себе только сплачем сейчас пока штаны снимешь с ноги с одной с другой ну и убывание девочки пока извините что не так не пишите чепухню я сразу это все блокирую оно мне на 100 лет не на мне и так то что пока остается